Нам уже пятый день оскарбливают мультфильм про американского шпиона. Но на этот раз это даже не мертвый сезон, это гораздо хуже. Эта история больше всего напоминает или курчку лягу, или скорее волка из семерых козлят. Козлы, понятно, это ФСБ, только серого волка не видно на горизонте. Вы подумайте, мы с вами раньше читали про пограничника Карацуху и его верного пса. Понятно, лес глубокими снегами покрыт, на посту пограничник стоит. Ну что делать мне тут шпион? Шпион надевает парик, шпион привязывает к ногам кабаньи копыта, чтобы незаметно миновать границу. Чтобы не заблудиться в тайге, шпион имеет карту, шпион имеет компас. Тяжелая жизнь у шпиона. Пока доберешься до какого-нибудь райцентра, если он там есть. А тут мы слышим с вами, причем не похоже, что это передача «Восемь часов до самых маленьких», «Ночная сказка». Мы слышим, что третий советник американского посольства. То есть человек, владеющий худо-бедно как-то языком страны пребывания, работающий в столице, пусть он будет трижды членом ЦРУ. У нас, например, при наших посольствах, семь восьмых дипломатов ФСБ шенки. Я вам это говорю по собственному опыту, поскольку омбудсмен Лукин, когда прекращал свою деятельность на благо России в американском посольстве, и у него журналисты спрашивали, вот когда вы там работали, или скажите, у вас там были сотрудники КГБ, и вы с ними общались? Ну, приходилось, говорил омбудсмен. Конечно, были, и я обязан был как дипломат с ними общаться. Так что из первых рук говорю, кто мне не верит за объяснениями омбудсмену. Значит, культурная вполне столица, и шпионы положим ЦРУшник. Ну, пусть третий советник будет ЦРУшник, пусть второй советник будет ЦРУшник, пусть даже первый советник будет ЦРУшник. Но представьте себе этого третьего советника, который для того, чтобы завербовать другого столичного жителя, представителя российских визуков, ходит в парике и даже имеет с собой несколько запасных. Ходит в кармане, носит карту по Москве, носит компас, видимо, чтобы не заблудиться, потому что у нас здесь номеров на домах нет, и указателей мало. И нам все это рассказывают. Причем, какой разговор состоялся между ними на Лубянке, на этой самой... Я не знаю, как разговаривают спецслужбы друг с другом, если вот и друг друга за руку, но точно не так. Это я вам гарантию даю. Я все-таки педагог по одной своей побочной профессии. Вот так разговаривают с двоечником, которого вызвали к завучу. В то время, как две наших страны ищут точки соприкосновения для борьбы с мировым злом. А вы, надменные потомки известных областей прославленных отцов, а вы в этот момент занимаетесь шпионажем, вербуете нашего шпиона, как будто у вас своих мало. И как же вам не совестно? Скажите, совесть у вас есть? Ну, а если у вас есть мозги, то сколько вы ей даете за то, что подобные разговоры и подобные события могли произойти? Я зуб даю, что ничего такого не было. Зачем это понадобилось, я не знаю, но мы имеем дело с очередной из него.